в прошлый раз мы с вами начали обобщенные функции а сегодня продолжаем поговорить про обобщенные функции и давайте введем такое обозначение вместо того чтобы функционалы писать вот как я раньше делал да там фи большое действующее там на пробную функцию и маленькая давайте мы договоримся что будем функционала обозначать буковкой f маленькой а ее действие на функцию фи маленькая мы будем обозначать вот так то есть это действие функционала f который является обобщенной функцией то есть она же линейный непрерывный функционал на d то я напоминаю что такое обобщенной функции линии непрерывных функционал на d а фи это пробная функция почему мы выбираем именно такую форму записи чтобы в некотором смысле была аналог со скалярным произведением почему он есть но потому что если функция f у меня локально интегрируемая то как вы помните действие обобщенной функции выражается как интеграл да и такая получается как бы аналогия со скалярным произведением в цель 2 поэтому для физики это очень удобная аналогия и вы в квантовой механике встретите как раз вот такое обозначение но там единственное вместо запятой у вас квант мехи будет стоять вот такая вот черточка и это будет называться брекеты запись квантово-механическая в брекетах но на самом деле это по сути отсюда все идет да это что касается обозначений будем придерживаться вот теперь я буду использовать вот такое обозначение теперь что еще хочется сделать точнее сделать замечание по прошлой лекции мы с вами сказали что каждая функция класса rl1 на всей числовой прямой она порождает так называемый регулярный функционал который действует на пробные функции по формуле интеграл по всей числовой прямой f от x на фи от x на dx да и мы назвали регулярными как раз те функционалы которым взаимно однозначно соответствует функции класса rl1 на самом деле в литературе вы встретите чуть чуть более широкое определение давайте все-таки мы его будем придерживаться что под регулярным функционалом мы будем понимать функционал порожденной функции rl ног да то есть локально я напоминаю что такое rl1 локально это значит функция принадлежит классу rl1 на любом большом интервале сколь угодно большом но она вообще говоря может не быть rl1 глобально да то есть вот такие функции мы будем называть rl1 локально ну пример какой-нибудь мы возьмем ну скажем е в степени модуль x эта функция конечно ни в коем случае rl1 не принадлежит но она принадлежит rl1 локально rl1 локально она принадлежит и тогда она определяет обобщенную функцию по такой формуле почему но потому что здесь вы действуете на пробные функции у пробных функций фенитный носитель да то есть носитель лежит в некотором фиксированном ну смысле носитель каждой функции это ограниченное множество поэтому здесь интеграл будет корректно определен значит действительности мы можем для функции rl1 локально определить функционалы вот такие вот интегрального типа и аналогично тому как мы это делали на прошлой лекции доказывается что это действительно корректное определение в том смысле что если последовательность фиене сходится к функции фи в пространстве d да то есть давайте мы дадим все-таки такое новое определение которое чуть-чуть расширяет то что было на прошлой лекции значит будем говорить все таки что функционал у меня регулярный будем говорить что функционал на пространстве d конечно линейный функционал мы других не рассматриваем на пространстве d от r регулярный если существует функция не просто роли 1 а р или 1 даже локально существует функция f rl1 локально на r такая что для любого фи из d от r выполнено что действие функции f в интегральном виде да то есть f от x на фи от x dx по r это есть как раз действие функционала f на фи да вот но давайте все таки чуть аккуратнее напишем будем говорить что функционал фи на пространстве d регулярность существует функция f со значком фи такая что вот так да и фи на и маленькая это есть f фина и то что это корректное определение то есть это действительно линейный непрерывный функционал замечание значит определение корректно таким образом определенный функционал является непрерывным надо и доказательство этого факта но в точности такой же как у нас было для функционалов порожденным порожденных функциями из rl1 они рель 1 локально почему ну потому что если у меня последовательность сходится в d то у меня еще и носители не расползаются мы это в прошлый раз никак не использовали а если вы будете рассматривать функцию rl1 локально то вам надо использовать еще плюс к тому что есть равномерная сходимость функции равномерность ходим из производных вам надо использовать еще что все носители сосредоточены в шаре и поэтому тот факт что вы берете локально здесь никакой погоды не сыграет вы все равно будете интегрировать по какому-то фиксированному большому отрезку в котором лежат все носители вот этой последовательности пробных микси ну для доказательства непрерывности ну а остальное то что мы делали что есть взаимно однозначное соответствие между ну то есть если у вас две функции отличаются в точках непрерывности ну а непонятно почти всюду непрерывный и если у вас функция отличается на множестве ли беговой меры 0 а в точках непрерывности свои они совпадают тогда они будут задавать функционалы интегрального типа одни и те же поэтому в действительности здесь можно брать любого представителя класса эквивалентности вот этой функции и обратно если у вас функционалы их действия совпадают на всех пробных функциях и функционалы имеют интегральный тип то они задаются просто функциями из одного и того же класса эквивалентности ну короче все те же рассуждения которые были у меня в конце прошлой лекции вчера да они здесь применимы для функции за или один локально ну сделайте это в качестве упражнений там все те же самые рассуждения хорошо значит а соответственно сингулярными мы назовем те функционалы которые не могут быть реализованы как интеграл от некоторой функции за или один локально да то есть остальные функционалы называются сингулярными остальные функционалы просто по прошлой лекции могло ну так как я сказал могло возникнуть ощущение что сингулярные это те которые не задаются rl1 но на самом деле rl1 локально это тоже мы считаем регулярными а сингулярно это те которые не задаются rl1 локальным значит остальные функционалы по определению называются сингулярными и типичный пример этого сингулярного функционала это так называемая дельта функция вот да еще такое определение значит множество всех линейных непрерывных функционалов будем обозначать буковкой d со штрихом то есть д само это пространство пробных функций а д со штрихом это пространство всех линейных непрерывных функционалов на д но при этом что еще интересно для мат анализа опять же как бы определить объект как множество это мало да ну там нужна еще сходимость какая-то и оказывается что вот у нас в д было сходимость и оказывается что и в д штрих можно ввести естественную сходим как мы ее будем делать значит под д штрих от понимаем линейное пространство линейное пространство всех линейных непрерывных функционалов на д линейных непрерывных функционалов на д с введенной следующим образом сходимостью со сходимостью то есть это не просто линейное пространство а линейное пространство в котором еще сходимость за а сходимость следующего сорта значит мы говорим что последовательность линейных непрерывных функционалов которая лежит в д штрих от r сходится в д штрих к функционалу линейному непрерывному f который тоже до в д штрих тогда и только тогда когда для любой пробной функции фи из класса d должно быть выполнено что предел должен существовать от такой штуки значит теперь я буду функционалы как я сказал писать маленькими буквами и их действия на пробную функцию обозначать вот таких вот скобочках значит если у меня предел при n стремящемся к бесконечности действий f на хи равен действую предельного функционала на и это должно быть выполнено для любой пробной функции вот такая сходимость называется сходимостью в д штрих ну и под д штрих вот как бы и я считаю что правильно понимать не просто само линейное пространство линейных непрерывных функционалов но и плюс еще с такой вот сходимостью хорошо а значит теперь пример сингулярного функционала дельта функция дирака я прям функция возьму в кавычках потому что это никакая не функция на самом деле и как вам физики определяют некорректно что это там плюс бесконечность в нуле вне нуля это 0 и при этом интеграл единица но общем это чушь полная я про это говорил на прошлой лекции а давайте теперь это более аккуратно математически определим значит по определению что есть такое дельта функция дирака определение обобщенной функции дельта дельта называется линейный непрерывный функционал на d то есть элемент из д штрих такой шток как задать функционал задать его действием на пробные функции другого другого быть не может да что такое функционал чем он определяется он определяется своими действиями своими проявлениями на на фи то есть дельта на фи по определению да это есть и в нуле для любого и из d от вот что такое дельта функция дирака и никак иначе другого определения здесь быть не может то есть еще раз вы мне на вход даете функцию я вам вычисляю значение и в нуле и я получаю линейный функционал в качестве упражнения давайте вам как задачу маленькую доказать что это корректное определение в каком смысле что это действительно непрерывный функционал надо непрерывность еще проверить линейность очевидно проверьте непрерывность то есть задача 15 у нас до проверить коллег корректность определения дельта функции в том смысле что доказать что это непрерывный функционал что элемент пространство до штрих проверить что дельта принадлежит до штрих от и вот хорошо но вы спросите а все все таки почему физики говорят так ну лично у меня бы возник естественный вопрос дыма без огня же не бывает как говорится да не просто так они именно такое определение вам сформулировали хотя она и некорректно и математически но откуда ноги то растут надо понять может там есть здравое зерно какое-то здравое зерно действительно есть сейчас я попробую вам его объяснить почему физики вам говорят именно так и в каком смысле они все-таки чуть-чуть правы на самом деле в реальной в любой физической системе не бывает актуально в бесконечности вы же это понимаете бывает что-то очень большое которое для видимого прибора является не неизмеримым то есть любой прибор он не может там мерить какие-то астрономические огромные единицы там в какой-нибудь 10 в 10 в 10 в 10 до там понятно что это померить невозможно вот и поэтому для таких вещей они с физической точки зрения практически бесконечность на смаке с математической точки зрения то нет давайте мы такую сделаем иллюстрацию если я рассмотрю очень такую функцию узенькую но высокую то есть я возьму и поставлю ступеньку высоты н пополам и растащу ее на интервальчики от минус единицы до н до единицы на и а дальше определю ее нулем ну как вы понимаете эта функция класса rl1 если я на нее поскольку эта функция класса rl1 значит она может классическим способом действовать на мои пробные функции через интеграл правда же такое им вот это вот имеет право действовать через интеграл то есть я просто возьму и запишу что давайте я вот эту функцию поставлю fn обзову ее fn fn конечно же она принадлежит классу rl1 даже не лог а просто rl1 поэтому можно здесь смело писать обычный интеграл римановский тут даже не собственного нет интеграла да поэтому здесь обычный идет римановский интеграл по всей числовой прямой и по сути дела во что он вырождается он вырождается в интеграл от минус 1 на n до 1 на n здесь вылезет n пополам на фи от x dx правда же ну а теперь поскольку функция фи то она пробная то есть это пока что я не строгие рассуждения чтобы объяснить к чему мы ведем да значит поскольку функция фи то она непрерывно в нуле опять же с точки зрения измерения прибора какого-то он не при достаточно малых н он не почувствует разницы между фи от x и фи в нуле правда же ну если м взять ну там настолько огромное что это превышает погрешность прибора то есть он это будет воспринимать примерно как фи от нуля длина промежутка какая 2 на n и умножает на n пополам поэтому фи от нуля он и получает ну поэтому физики вам эту ерунду и говорят что это типа функция бесконечность она на самом деле не бесконечность то есть что они делают они делают почти что дельта функцию дата здесь почти что fi от нуля с точки зрения измерения прибора это фи от нуля математически конечно это не равно дельта функции вот эта штука она же не равна точности пет 0 она примерно равна это идет тот же самый эффект который был когда вам физики не хотели вводить там производную аккуратно не гульт вот типа бесконечно мало и возьмем возмущение поделим на бесконечно малых превращений получили производную но на самом деле что значит бесконечное малое превращение т.е. не 0 дельта финна дельта x но почти равно производный если взять noises достаточно мало почти но там все-таки предельный переход должен быть строго в математически то же самое происходит и здесь они заметают под ковер предельный переход и вроде похоже на правду но теперь давайте мы это аккуратно математически обосновим значит верно следующее поскольку у нас в д-штрих мы ввели сходимость у нас есть сходимость функционала так давайте мы докажем что вот эти вот функционалы которые порождены функциями из рель-1 вот такими ступеньками то есть это регулярные функционалы они сходятся в д-штрих дельта функции вот и все понятно да то есть просто здесь у физиков заметен под ковер предельный переход но перед этим давайте я вам все таки докажу что дельта она не является регулярным функционалом то есть только говорят физики некорректно и нельзя как интеграл писать вот так ее ее бы можно было написать что дельта на фи это предел при n стремящемся к бесконечности f n таваноки вот так можно говорить но ни в коем случае не говорить что вы интегрируете вот эту дельта функцию которая вообще не функция на самом деле то есть давайте мы докажем утверждение простое достаточно но тем не менее там лемма которая на экзамене вас могут запросто спросить дельта функция не является сингулярным функционалом то есть не может быть реализована как интеграл от функция рель один лог является сингулярным функционалом доказательства предположим противное предположим что дельта является регулярным функционалом тогда она реализуемой какой-то функции за рель один лог ну тогда должна существовать функция фи дельта я ее назову которая должна принадлежать классу рель один локально на р такая что дельта на фи должно быть равно интеграл по всей прямой фи дельта от x на фи от x по dx но с другой стороны по определению как я действую да это должно быть выполнено для любой пробной функции для любой фи класса d понятно да вот вот это равенство вот в чем прикол то что она для всех и годится каким вы не не пожелаете это всегда должно быть верно но с другой стороны по определению это это фи от нуля и как же нам прийти к противоречию тогда надо попробовать потестировать на каких-то интересных функциях у которых значение в нуле одно и то же а при этом функции будут себя вести таким образом чтобы прийти к противоречию что что мы возьмем мы будем шапочки брать и начнем их плющить в нуле они зацеплены в одной точке а у них уменьшается площадь уменьшается если здесь уменьшается площадь то здесь интеграл будет вырождаться в интеграл по маленьким пределам а здесь стоит функция которая локально интегрируема и тогда она будет стремиться к нулю это правая часть что невозможно вот и все то есть как мы придем к противоречию я возьму последовательность шапочек так как штука вообще не стирает придется вот так шапочку мы вводили в прошлый раз так называемая соболевская шапочка дам значит соболевская шапочка я напоминаю что эту функцию мы называли h от x и она у нас была равна чему е в степени минус x квадрат на 1 минус x квадрат если x принадлежит от минус 1 до 1 и 0 иначе да то есть когда x принадлежит r вычесть минус 1 1 и вот выглядит она примерно следующим образом вы берете такой вот как колокольчик надо нарисовать так раз ну кому-то на шляпку это напоминает поэтому называется соболевская шапочка здесь она ведь единица в нуле ну и теперь я сделаю такую последовательность возьму h и над x это у меня будет по определению h от x умножить на м часть такое будет это гомотетия этой шапочки в интервал от минус 1 на n до 1 на n значит вот такая вот это гомотетия получается гомотетия аргумента то есть формально аргумент когда умножается на n поскольку как мы с вами говорили если вы делаете прямое вы хотите функцию пересадить куда-то то у вас в аргументе должно быть обратное преобразование то есть хотите график сплющить значит аргумент надо сделать обратное преобразование поскольку преобразование функционально она делает pull back от прямого преобразования да такое общее правило вот от минус 1 до 1 на n получится вот такая вот штучка нечто вот такое да а в единичке вы остались защиплены ну и что смотрим сюда это равенство верно для любой функции из соболевская шапочка функция из d кстати я не помню просил я вас это доказать или нет удавить на всякий случай задача 16 доказать что это функция бесконечно дифференцируем и но это уж совсем детский сад да но тем не менее доказать что h принадлежит классу d на вот ну и соответственно а шинные тоже ну и что я тогда получаю вот давайте я сюда перейду просто места нет с одной стороны а шинная от нуля это равно единице с другой стороны а шинная от нуля это должно быть по определению дельта на h н с другой стороны мы предположили что дельта реализуемо локальной интегрируемой функции значит это должно быть интеграл по всей числовой прямой от какой-то вот этой локальной интегрируемой функции на а шинный от x по dx теперь я смотрю как выглядит а шинный у нее носитель сидит на этом промежутке значит продолжая равенство вы получите что это интеграл от минус 1 на n до 1 на n вот и дельта от x на а шинная от x dx с другой стороны давайте я даже здесь поставлю а шинная от нуля это дельта наш н это вот это да ну это же есть модуль это же есть модуль поскольку здесь единица да а модуль вот этой штуки поскольку а шинная на ограниченной единицей сверху он просто не будет превосходить интеграл от минус 1 до n до 1 до n модуль сюда внесем фидельта от x на dx но а фидельта от x rl 1 лог а что такое рель 1 лог это значит rl 1 на любом интервале в частности это rl 1 на интервале от минус 1 до 1 значит если я теперь сужаю область интегрирования то эта штука куда идет в ноль правда же стремиться к нулю при н стремящемся к бесконечности и что же мы видим в левой части вы стоите на единице если это все равенство верно то вы получаете что один стремится к нулю то есть 1 равно нулю вы получите до перейдем к пределу в обеих частях неравенство получим получается что 1 равно нулю что что неверно до противоречия ну точнее 1 меньше либо равно 0 но это такой же бред ну все откуда это пошло от предположения что можно через фидельту записать этот этот функционал значит такое быть не может понятно да что вот как говорят физики делать нельзя вот мы это просто доказали как делать нельзя а вот так можно когда вы будете ее реализовывать как предел регулярных ступенек вот это делать можно и поэтому есть такое понятие физики как регуляризация обобщенных функций давайте я про это скажу мне кажется это важно вам для физических как раз приложений и в будущем пригодится а мы поговорим про регуляризацию обобщенных функций ну я веду такое определение что пусть f это сингулярная обобщенная функция последовательность обобщенных функций f нт называется регуляризация f последовательность f нт лежащая лежащая в d штрих от r называется регуляризации f если это есть предел если первое во первых она действительности задается локально интегрированными функциями то есть если f нт это регулярная обобщенная функция для любого нт то есть каждая f нт реализуется интегралом я тем не менее она сходится в d штрих к f f н в д штрих от r сходится к f при n стремящихся без качества на что это похоже с точки зрения такой философии и мистики смотрите у вас допустим древние греки они не верили в существование иррациональных чисел до тех пор пока пифагор не построил треугольник 11 гипотенузы да тут тут уж не попрешка говорит вот они верили только в дроби а иррациональные числа они как бы противоречили их концепции мироздания вот здесь какой-то происходит такой же эффект но и что такое иррациональные точки это предел какой-то специальный до последовательности рациональных приближений также вы можете смотреть и на обобщенные функции то есть это предел регулярных каких-то функций да ну как вот но предел в таком смысле но при этом я не могу утверждать что любой обобщенный обобщенной функции может быть регуляризуем и я такого не говорил для каких-то да есть регуляризация а какие-то обобщенные функции настолько сложны что даже вот я не берусь утверждать что их можно всегда регуляризовать Ну давайте мы по крайней мере регуляризуем дельта функцию Дирака Что для физики полезно И более того в задании у вас есть задачи Которые будут просто частным случаем того, что мы сейчас докажем То есть я буду говорить, что обобщенная функция регуляризуема Если существует ее регуляризация Ну вот дельта функция Дирака, она регуляризуема То есть сейчас мы это увидим Значит давайте сформулируем такую лему Ну или даже теорема Теорема Пусть Fn последовательность функции из RL1 локальных Fn последовательность Fn Ну на самом деле даже в RL1 В RL1 лежит такая, что Выполнены следующие условия Первое Интеграл по всей числовой прямой Fn от x по dx равен единичке для всех n натурально Первое Второе Существует константа c больше 0 Такая, что интеграл от a до b Fn от x dx по модулю меньше либо равен c Константа c не зависит ни от a, ни от b, ни от m То есть это должно быть выполнено для всех a, b из R и для всех n натурально И наконец третье Что для любого дельта большего 0 Интеграл от минус бесконечности до дельта Fn от x dx Стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности И интеграл от дельта до плюс бесконечности Fn от x dx Стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности Тогда Fn является регуляризацией дельта функции Тогда последовательность То есть я отождествляю Понятно, что я использую один тот же символ Fn С одной стороны для обычной функции А с другой стороны я ее буду рассматривать как и обобщенную функцию То есть давайте мы договоримся, что отныне, если мы встречаем функцию RL1 локально Мы ее отождествляем с функционалом интегрального типа, который задается через эту функцию Ну и имеем право, да? Что? Ой, господи, спасибо Хорошо Правильное замечание Во избежании Да, всяких недоразумений Давайте сигму поставим Тогда последовательность Fn является регуляризацией Дельта функции Дирака Ну иногда добавляют дельта функции Дирака Иногда просто дельта функции называют Иногда дельта функции Дирака Ну в общем И вот этим можете пользоваться в задании У вас в задании полно задач, которые на самом деле вот такого типа являются Там типа синус nx на x Там всякие такие, да? Вот эти Доказать, что сходится там в дельта функции Вот В частности, если мы это докажем Что мы докажем, что вот эти ступенечки Высоты n пополам Они сходятся к дельта функции Вот это такая более общая вещь Кстати, а вот второй пункт никого не смущает? Вот если, казалось бы, первый есть Второй нужен вообще? Все понимают? Почему? А потому что Fn, как она может вести? Она же может состоять из положительных и отрицательных частей И каждая Fn-то, она на своих отрезках может где-то очень сильно подпрыгнуть А потом компенсироваться вдалеке отрицательными частями А мы все-таки контролируем Нам нужно, чтобы вот Какие бы вы а и b не взяли Какой бы вы n не взяли Вы зажаты одной и той же константой То есть и все положительные куски, они одинаково малы Все отрицательные куски одинаково малы для всех n Потому что, ну, вы же понимаете, да, что может быть, грубо говоря, такая ситуация Я просто поясню, что, может быть, n-ая функция, грубо говоря, ведет себя Где-то вот здесь выпрыгнула, а потом здесь в минус где-то ушла А следующая функция, она где-то там вот здесь выпрыгнула сильнее Где-то вот здесь сильнее в минус ушла Мы не хотим, чтобы вот такое было, грубо говоря Вот Так Так, так, так Значит Доказательства, поехали Ну, что мы будем делать? Значит, надо нам увидеть Требуется доказать Что означает, что это регуляризация Требуется доказать Что Вот такая последовательность, удовлетворяющая Условием 1, 2, 3 Она стремится в смысле d' К дельта функции Dirac Ну, что это означает? Ну, действительно, фиксируем произвольную функцию φ Действительно Фиксируем произвольную φ Из-за пространства d на r И посмотрим, как мы на нее действуем Значит, запишем разность fn на φ Минус дельта на φ Возьмем модуль И посмотрим, что же у нас получится А получится у нас следующее Это будет интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Поскольку я отождествил обобщенную функцию с ее представителем rl1 Это будет fn от x на φ от x По dx Модуль Минус А вот этот товарищ как действует на φ Это φ от нуля Правда же? С одной стороны С другой стороны, пользуясь пунктом 1 Что все интегралы-то и от fn-то равны единичке Я могу как реализовать вот эту вещь? Я могу сказать, что это есть интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Это мы оставляем fn от x на φ от x на dx А вот вместо φ от нуля я вот эту единичку, так называемую, поставлю умную единицу Ее реализую как интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности fn от x φ от нуля на dx И модуль закроем Вот такая штука Ну давайте ее дальше попреобразовываем Как бы мы ее попреобразовывали А куда бы мне перейти? Давайте мы перейдем на левую доску Поехали! Значит, пользуясь аддитивностью интеграла я затащу все в один интеграл И модуль перекину внутрь То есть это будет меньше либо равно Ну давайте я звездочку там поставлю Да? Вот это равно Ну даже не звездочка, а давайте я это обзову как-нибудь εn какой-то, да? εn пойдет, не пойдет? Нигде ε не было у меня Вроде нигде не было Значит, это я назову εn Значит, εn тогда меньше либо равен чего? Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности Там будет у нас fn от x Нет, пока модуль не будем Пока вот так fn от x на φ от x Вычесть φ от нуля dx И вот это вот по модулю Так, ну дальше давайте мы это сделаем следующим образом Выберем σ Пока непонятно какой Сейчас будет понятно То есть зафиксируем σ, который позднее уточним Фиксируем σ больше нуля Выбор его уточним позднее Ну так иногда делают в математике Пока я просто не хочу там наврать Какой он будет там с константы какой Я потом скажу какой он А потом мы скажем А, мы догадались И вот сюда вернемся Скажем, σ надо было брать такой Значит, выбор уточним позже Пока я зафиксирую σ И что я хочу сделать Я хочу вот эту штуку оценить следующим образом Это будет интеграл от минус бесконечности до σ Вот чего здесь получается fn от x Да На φ от x Вычесть φ от нуля Вот так Плюс интеграл от σ Да, плюс бесконечности fn от x О, сейчас, 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 сейчас Так, как бы нам это лучше сделать Ну да Сейчас, одну секунду Я просто думаю, что лучше бы нам было, наверное Не нравится то, что мне модуль здесь сейчас нужен будет Скорее всего, мне нужен будет модуль И давайте-ка я его, наверное, вот здесь и поставлю Я поставлю модуль вот здесь И тогда я здесь смогу написать, что это вот так вот Да Здесь модуль фи от x минус фи от нуля Плюс, значит, здесь я тогда тоже смогу вот так сделать Под x Так Здесь вроде все в порядке И, наконец, плюс Интеграл от минус бесконечности До плюс бесконечности От минус σ до σ, конечно, да От минус σ до σ Здесь будет fn от x На... А вот эту штуку я давайте по Лагранжу сделаю Как я ее сделаю по Лагранжу? Я скажу, что это есть производная в какой-то промежуточной точке Кси x я вот так ее назову, да На приращение, да На x По dx Где? До минус σ, да До минус σ Значит, что тогда можно сказать сразу Вот здесь модуль А вот эта штука, поскольку фи лежит в d, то она ограничена Так как фи лежит в d, то она ограничена Значит, существует константа mφ больше нуля Такая, что модуль фи от x меньше либо равен mφ для всех x и z Она ограничена, да И, значит, вот эта штука будет у меня меньше либо равно 2mφ на интеграл от минус бесконечности до минус σ А вот эта штука будет меньше либо равна 2mφ на интеграл от σ до плюс бесконечности От того же самого, да, от модуля fn от x Но по нашему предположению 3 Это должно быть при любом σ, это должно стремиться к нулю И вот эта штука, она тоже должна стремиться к нулю При n стремящемся к бесконечности Вот, при n стремящемся к бесконечности Осталось понять, почему у меня последняя слагаемость стремится к нулю И не нужно ли мне тоже здесь модуль никакой Как бы мне это лучше записать Так, 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 так Не, не, для любого σ вот эта штука стремится к нулю при n стремящемся к бесконечности Это факт, это факт Я просто думаю, если модуль, конечно, внести в интеграл будет легче гораздо Но это будет чуть послабее, чем то, что нам нужно Так, ну так она тоже верна Так, она тоже верна Сейчас, как бы это Отсюда это пока не очевидно, да Что это можно сделать Ну а какими, что мы, мы только знаем, что FISD Больше ничего мы не знаем, по сути дела, да Я просто что хочу сделать Я бы хотел, конечно, сюда внести вот эту σ, но это было бы слишком сильно Все-таки тогда положительные и отрицательные части мы бы с вами не реализовали, наверное Сейчас я соображу Как же это можно сделать Как же это можно сделать Так, ну хорошо Хорошо, давайте я пока в простой форме докажу Возможно на следующей лекции тогда сделаю просто с модулем Давайте пока вот такую штуку сделаем Это совсем просто уже, да Вот если вот сюда А чем это лучше-то пока я не вижу Да не, не похоже Давайте пока вот так сделаем Вот так это точно будет правда И значит Тут тогда на самом деле Вот это второе условие не нужно Из третьего здесь все следует Из первого, из третьего Значит, давайте мы скажем, что вот это вот сюда Мы тогда поставим И тогда это будет ограничено чем Длиной интервала σ на отрезанное Интеграл от минус σ до σ Модуль fn от x на dx А это ограничено какой-то констант Вот, поэтому если σ взять достаточно мало А n стремить к бесконечности То мы получим, что эта штука стремится к нулю Вот, ну давайте я Возможно там в следующий раз Тогда расскажу, как все-таки Если модуль здесь вынести Да, тут что-то не так просто оказалось Вот, но эта теорема верна В той форме, как я вам записал Она верна Хорошо Значит, с этим разобрались Теперь нам нужно поговорить о том Что есть такое производная обобщенной функции И умножение обобщенной функции на гладкую функцию Значит, давайте начнем сначала с того Что такое умножение обобщенной функции на гладкую Обобщенной функции на гладкую функцию Значит, что это такое Определение следующее Пусть у меня есть функция обобщенная Пусть f класса d' на всей числовой оси И я возьму бесконечно дифференцируемую функцию Пусть psi принадлежит классу c бесконечность на r Тогда, оказывается, я могу корректно определить Обобщенную функцию следующим образом Тогда По определению psi f Это есть обобщенная функция Действующая по правилу Пси f Пси f действует на фи так Как f действует на фи и пси И это должно быть верно для любого фи из d Сейчас мы докажем, что это определение корректно Вот такое определение То есть я утверждаю, что psi f это действительно обобщенная функция d' Нам надо сейчас это проверить Что это действительно обобщенная функция У вас может возникнуть естественный вопрос А почему же все-таки я множу только на бесконечно дифференцирую? Могу ли я определить произведение двух обобщенных функций f и g из d' Но оказывается, что эта задача крайне деликатная И вообще говоря, нет То есть произведение произвольных обобщенных функций Определить, в общем-то, нельзя И там даже были достаточно большие математические исследования на этот счет Чтобы создать аккуратное какое-то попытаться определение Но в общем случае это не удается Там есть некоторые частные случаи, когда это можно сделать Специальные Но Короче, пока не могу я вам на это ничего сказать содержательного Умеем только так Значит, это определение корректно Лемма Корректность определения Что я буду вкладывать в понятие корректности определения? Ну, что это действительно Псина f Определенный вот таким образом Что, во-первых, что так можно определять Давайте увидим, что так можно определять Значит, почему вообще Вот эта рамочка Давайте ее звездочкой Почему ее вообще можно писать? Давайте заметим, что если фи пробная функция Класса D от R То если я ее помножу на бесконечно дифференцируемую То есть если Пси бесконечно дифференцируемая А фи класса D То их произведение, оно чему принадлежит? Конечно же D Потому что, ну, этот компактный носитель задавит вот это И они в произведении тоже бесконечно дифференцируемые И имеют компактный носитель Значит, они принадлежат классу D Раз они принадлежат классу D Значит, правая часть здесь корректно определена Уж по крайней мере Окей Вопрос в том, почему получается именно функционал линейный непрерывный Покажем теперь Что То есть Определение имеет место быть То есть оно в этом смысле корректно Но теперь покажем, что Пси умножить на f Принадлежит классу D Что нужно проверить? Надо проверить, во-первых, линейность Ну, поехали Значит, если я Пси f действую на Альфа Фи 1 Плюс бета Фи 2 Что я получаю? Это есть f Действующий на что? Пси перекидываю сюда Пси альфа Фи 1 Плюс бета Фи 2 А это есть что такое? Это по линейности уже f Ведь f это элемент из D' Значит, он уже линейно действует И здесь получается f альфа Здесь я протаскиваю Пси через скобочку Получается альфа Фи 1 на Пси Плюс бета Ну, давайте альфа сразу сюда вынесем Плюс бета f И здесь будет Фи 2 на Пси А это есть что такое? Это есть альфа Пси f На Фи 1 А это есть что такое? А это есть бета Пси f На Фи 2 Ну и все Линейность доказана Осталось доказать непрерывность Покажем непрерывность Это линейность была у нас, да? Теперь непрерывность Ну, действительно Пусть у меня теперь Фи n Это последовательность в d Которая сходится В смысле d К некоторой функции пробной Фи Да? Которая, значит, тоже принадлежит d Тогда что я замечу? Давайте сделаем нехитрое наблюдение Что если я возьму функцию Пси Которая бесконечно дифференцируема На r То я утверждаю, что Пси на Фи n Будет сходиться к Пси на Фи В смысле d При n стремящемся к бесконечности Почему? Что такое сходимость в d? Это равномерная сходимость всех производных И плюс нерасползание носителей Ну, действительно, если у меня Носители всех Пси n Лежали в фиксированном шаре С центром в нуле радиуса r Для всех n натуральных Значит, после умножения на бесконечности Дифференцируемую функцию Ничего не поменяется Значит, у меня носители Пси на Пси n Тоже лежат в том же самом шаре Радиуса r с центром в нуле Для всех n натуральных Ну и осталось понять, что Если у меня производная любого порядка Действующая на Фи n Равномерно сходится На всей числовой прямой К производной от Фи При n стремящемся к бесконечности То есть правило Лейбница Как дифференцируется у меня произведение Ну, здесь на всей числовой оси Здесь даже альфа можно не писать Давайте я напишу катую производную Это сходится к катой производной Тогда катая производная от произведения Пси на Фи n Когда вы по формуле Лейбница Раскроете Там будет бином Ньютона Правда же? Но у вас будут Производные от Пси Они ограничены Ведь это фиксированная функция Класса С бесконечность Почему они будут ограничены? А потому что в действительности Где вам производные-то нужны? Ведь носители всех Фи n Они содержатся в фиксированном шаре Поэтому вам нужно Ну, хорошо Давайте мы это распишем Значит, я утверждаю Что вот эта штука равномерно сходится К д катого К от Пси e При n стремящемся к бесконечности Это есть равномерно на e Значит, откуда это следует? Я кратко скажу И оставлю вам дома на подумать То есть, как бы там Это не сложно Просто надо аккуратненько записать Значит, в чем получается Здесь основная идея Что так как Пси принадлежит С бесконечность На r Да То что получается Для любого порядка k Натурального Включая 0 У нее на вот этом шаре Радиуса r У нее производная Будет ограничена То есть, найдется Какая-то константа mk Больше 0 Такая, что Максимум Пси катого От x по модулю По всем k От минус r До r У вас будет меньше Либо равен Вот этого m Ну, он просто равен По определению То есть mk И это меньше Плюс бесконечности Согласны? Ну, она бесконечно дифференцируема Значит, она Производная Любого порядка Непрерывная Достигает максимума На отрезке От минус r d r А он только нам и нужен Потому что здесь φ и n Они живут От минус r d r Дальше они нули просто Да То есть, поэтому Когда я распишу Следовательно По формуле Лейбница Если расписать Что здесь получится Кт Производная От Пси На φ Это что будет? Это будет сумма По g От нуля До k c из k По g Житая Производная От Пси Да На k минус Житая Производная От φ Ну и понятно Что каждая Слагаемая Будет равномерно Стремиться К чему? Равномерно Будет стремиться К К От Производной Вот эта штука Она будет Давайте две стрелочки Вот так вот Вульгарно Поставлю Да Это будет стремиться К Пси На φ К Минус Житая Откуда Это будет следовать Это будет следовать Вот отсюда И Из того Что Фи Н Минус Фи К Минус Житая Производная Равномерно Стремится К нулю Ну и все Понятно Да Тут Дальше Я уже Не буду Ну хорошо Раз так То что мы Получаем Нам же Нужно Доказать То что Вот эта Штука Значит В Десху А да Мы это Доказали Теперь Что Что есть Такое Непрерывность Функционала Ф на Пси Непрерывность Функционала Пси Ф Означает По сути Дело Что для Любого Фи Из Д От Р И для Любой Последовательности Фи Н Которая Лежит В Д От Р И Сходится Фи Эннэ К фи В Д От Р При Н Стремящемся К бесконечности Что у меня должно быть выполнено У меня должно быть выполнено Что Пси Ф Ф Фи Н Должно Стремиться К чему К Пси Ф На Фи При Н Стремящемся К бесконечности Но это действительно так и есть Почему Потому что вот этот товарищ по определению То есть Ф На Пси На Фи А вот этот товарищ Есть Ф На Пси На Фи Н А Ф Непрерывен А Ф Непрерывен Это означает Что если вот это стремится К вот этому В Д То тогда Вот это стремится К вот этому А мы доказали Что Пси На Фи Н Стремится К Пси На Фи В Д Вот только что мы этим занимали Все Конец доказательств Тем самым действительно получается Что Вот это умножение на функцию Слева То есть Не слева Не справа Ни в коем случае Да Вот именно умножение слева На функцию Оно корректно Оно задает Линейный Непрерывный Функционал На пространстве Д Понятно что произошло Да Хорошо Вы спросите А почему именно такое определение А потому что Если функция хорошая То это должно совпадать Ведь мы обобщенные функции Строим как расширение теории Которая была классическая Значит в классике Я должен попасть В старую теорию А что такое в классике Умножение на функцию Это поточечное умножение Правда же Ну так это оно так и будет Заметим что Значит Лемма вторая Или какая-то у нас уже Получает В общем еще одна какая-то Дилемма я не знаю Запутался в нумерации Если Ф Это регулярная Обобщенная функция То умножение в обобщенном смысле Значит Ф регулярная А Пси бесконечно дифференцируемая То умножение в обобщенном смысле Вот как мы только что определили Умножение в смысле Обобщенных функций Совпадает с классическим умножением Поточечным Совпадает с классическим Поточечным умножением Что это означает? Это означает следующее Значит если у меня Ф регулярная обобщенная функция Так как Ф регулярная Следовательно Ф можно отождествить С функцией С вашего позволения Я эту функцию обозначу Той же буковкой Ф Надеюсь это не вызывает недоразумений Формально конечно Надо изобрести другую буковку Но давайте мы договоримся Что регулярные функционалы Мы отождествляем С представителем Вот этим RL1 лог На R Да Такое что Что у меня выполнено Ф действует на Фи По правилу Интеграл Ф от Х На Фи от Х ДХ Для всех Фи из Д Это просто по определению Что есть такое Регулярный функционал Ну хорошо Что у меня так По определению Есть умножение В смысле обобщенной функции Значит умножение В смысле обобщенной функции На обобщенную функцию Ф Это что такое Это обобщенная функция Которая действует На любую Фи По правилу Возьми перебрось Пси сюда В правую часть И подействую Фкой На произведение Пси на Фи Но Пси на Фи Опять в Д попадает Если оно попадает В Д То я смотрю Как я действую На функции из Д Вот по такому правилу Это есть Интеграл по R Ф от Х На Фи от Х На Пси от Х На ДХ Правда же Ну а с другой стороны Пользуясь гениальной Формулой Ассоциативности Умножения Чисел Я Пси перегоню сюда И получу следующее Что здесь будет Ф от Х На Пси от Х В поточечном смысле На Фи от Х Но если Ф было Из РЛ1 Лок То произведение На бесконечно Дифференцируемую функцию Ее оставит В РЛ1 Но Пси на Ф Остается В РЛ1 Лок Потому что Ну что такое РЛ1 Лок Ф принадлежит РЛ1 на любом отрезке При умножении На бесконечно Дифференцируемую функцию Это не повлияет На сходимость Интеграла Она в РЛ1 Лок Останется Следовательно Правая часть Вот эта Которую я обозначу Звездочка Задается Регулярным Функционалом Задается Регулярным Функционалом Которая имеет Вид Пси На Ф То есть Что мы видим Произведение В смысле Обобщенных Функций Действует На Ф Таким же Образом Как Обычное Поточечное Произведение В РЛ1 Лок Действует На Ф Но если Два Функционала Действуют Одинаково На Ф Значит Они Совпадают С точки Зрения Д Штрих Понимаете Что такое Совпадение Функционалов Это значит Совпадение Действий На любую Пробную Функцию Мы видим Что это Действие Совпадает Значит С точки Зрения Функционалов Произведение В обобщенном Смысле Неотличимо От поточного Произведения Классических Функций Таким Образом Наше Определение Действительно Разумно Почему мы Ввели Именно Такое Определение Умножение Обобщенной Функции На бесконечно Дифференцированном Потому что В классике Оно Вот так И будет Понимаете То есть А мы Естественно Расширили Хорошо Значит Теперь Мы поговорим О том Что Что есть Такое Производное Пожалуй Это самое Важное Потому что Именно Понятие Того Как Дифференцировать Плохие Функции И началась Теория Обобщенных Функций На самом деле Вот Историческая Справка Что Впервые Где-то В 1934 Или 36 Году Я не Помню Точно Где-то В этом Диапазоне Проверьте Меня Кому Не лень Можете Залезть В базы Данных Они Открыты Наш С вами Великий Соотечественник Сергей Львович Соболев Рассматривает Обобщенное Решение Волнового Уравнения То есть Эта публикация Была в Журнале Матсборник Примерно В эти годы Где-то Обобщенное Решение Задачи Каши Для волнового Уравнения По-моему Так она Называется Задача Каши Для Волнового Уравнения Возник вопрос Как определить Негладкие Решения Волнового Уравнения Но чтобы Их определить Конечно Нужно было Придать Другой Смысл Понятию Обобщенной Производной Потому что Волновом Уравнении Как вы понимаете Там частные Производные Стоят И Соболев Был первый Кто и дал Собственно говоря Определение Обобщенной Производной Он его дал Немножко По-другому Чем сейчас Мы с вами Сделаем Я не буду Детализировать В каком смысле По-другому Неважно Но идея Спержневая идея Она такая же Поверь Просто на слово То есть Идея принадлежит ему Дальше ее просто Докрутили Эту идею Скажем так Докрутили Эту идею Уже после него Французская школа Математическая В частности Там Лоран Шварц Приложил Большую руку К этому За что Получил медаль Хилса В 50-е годы 20-го века То есть Это прям Свежак Соболев Естественно Ничего не получил Потому что Жил в Советском Союзе Вот И Ну Шварц На него сослался Конечно В своей работе Так Маленькой С носочкой Такой Звездочкой Что Соболев Тоже это делал Но на самом деле Надо отдать должное Весь мир Все-таки Понимает Что Соболев Был родоначальником Этой теории Его имя Все-таки Известно В мире Не так Как с Менделеевым В периоде Call System Да То есть Нет Все-таки Здесь Дань уважения Соболеву Она отдана Хорошо Значит Едем Дальше Собственно В чем Состоит Определение Давайте Мы определим Производную Следующим Образом Пусть У меня F Это Обобщенная Функция Из Класса Дэш Три Вот И Определим Производную Следующим Образом Будем Говорить Что Обобщенная Давайте Лучше Не так Обобщенной Производной Обобщенной Производной F Назовем Функционал Который Я буду Называть F штрих Так же Само Да Хотя Давайте Я другой Символ Использую Почему Я не хочу Штрих Потому что Штрих Это все-таки У меня Обычная Производная Давайте Я сделаю Вот так Вот Дифференциальный Оператор Поставлю DF Назовем Функционал DF Действующий По правилу Значит Если я беру Пробную Функцию То DF Действует На Фи Так Как Если взять Знак Минус И Ф Подействовать На Обычную Фи Штрих И это Верно Для любого Фи Из Класса Д От Р Сейчас я Объясню Почему Именно Такое Определение Вот Более Общим Образом Можно Ввести Даже Производную Катого Порядка То Давайте Я Здесь Пунктирные Рамочки Напишу Что Это Не только Для Производной Первого Порядка Можно Провернуть А если Вы Хотите Взять Производную Катого Порядка От Обобщенной Функции Фи Она Определяется Как Минус Один Степени К На Действие Ф На Классическую Кату Производную От Пробной Функции Фи Сейчас Мы Объясним Почему Это Все Корректно Опять Таки Нужно Доказать Что Это Определение Корректно И Что В Классике Оно Совпадает С Тем Что Было Правда Как Любое Обобщение Сначала Покажем Корректность Получается Что Лемма Сколько У нас Времени Не так Много Лемма Корректность Определения Обобщенной Производной Ну Действительно Значит Что Нужно Проверить Что Это Линейный Функционал И Непрерывный Сначала Проверим Линейность Ну Действительно Если я беру Д Ф Действую На Альфа Фи 1 Плюс Бета Фи 2 То Что я Получу Я получу Ф Действует На Минус Выносится Альфа Фи 1 Штрих Плюс Бета Фи 2 Штрих Так Ну А в силу Линейности Ф Я получаю Что это Есть Минус Ф И Альфу Я могу Вынести Фи 1 Штрих Так Минус Бета Ф На Фи 2 Штрих Ну А теперь Я вспоминаю Что Кто Такой Минус Ф На Фи 1 Штрих И Здесь Еще Альфа Да Это Будет Альфа Д Ф На Фи 1 По Определению А вот Это Что Такой Второй Слагаемый А это Будет Бета Д Ф На Фи 2 Все Линейность Доказана Есть Теперь Непрерывность Пусть У меня Есть Последовательность Функции Из Д Которая Сходится Фи Тоже С Д И Фи Н Сходится В смысле Д К Фи При Н Стремящемся К Бесконечнике Что Тогда Произойдет Давайте Посмотрим Значит Я Производной Подействую На Последовательность Мне нужно Доказать По сути дела Чтобы Обосновать Непрерывность Мне надо Доказать Что Производная В смысле Обобщенных Функций Действует На Фи Н То есть Нужно Доказать Чтобы Обосновать Непрерывность Что Если Я возьму Д Ф Подействую На Фи Н То Это Должно Стремиться К Д Ф На Фи При Н Стремящемся К бесконечности Ну действительно Это так и будет Поехали Значит Д Ф На Фи Н Это что Такое Это есть Минус Ф На Фи Н Штрих Правда Но Так как Давайте Заметим Следующее Что Если Фи Н Была В Д И Фи Была В Д Если Я их Продиференцирую Всех Они В Д Останутся Конечно Они Бесконечно Диференцируем И носитель Никуда Не Не Денется Такой же Компактный Будет Если Сходилась К Фи В Д Фи Н Штрих Будет Сходиться К Фи Штрих Д Тоже Будет Почему Потому что Такое Сходимость Д Это Равномерная Насходимость Всех Производных Плюс Нерасползание Носителей Носители Останутся Те Ж А Фи Н Штрих Будет Сходиться Тоже Равномерно От нее Любая Производная Да Потому что Такое Производная От Штриха Ну Это Будет Производная Плюс Одного Порядка Но У нас Все Производные Сходятся Равномерно Поэтому Очевидно Получается Что Если Фи Н Сходится К Фи Д Заметим Что То есть Носители Все равно Не расползаются А производные Поскольку Всех Порядков Сходятся Равномерно Значит И от Производных Тоже Всех Порядков Производные Сходятся Равномерно То Фи Н Штрих Сходится К Фи Штрих В Д Ну А раз Так А функционал Ф Непрерывен Значит Это Стремится Значит Следовательно Отсюда И в силу Плюс Непрерывность Функционала Ф Подразумевает Тогда Что Ф На Фи Н Штрих Будет Стремиться К Ф На Фи И тут Еще Знак Минус Минус Ф На Фи А это Есть Ничто Иное Как Д Ф Подействованный На Фи Все Непрерывность Есть Хорошо Теперь Почему Это Совпадает С Классикой И в Каком Случае Это Совпадает С Классикой Вообще Откуда Такая Формула Берется Вы Понимаете Вот Интуитивно Уже Догадывайтесь Из Чего Она Возникает Что Здесь Знак Минус Появился Ничего Не Напоминает Но Интегрирование По частям Это По сути Да На самом деле Это Интегрирование По частям Сейчас Мы Это Увидим То Пусть Пусть Имеем Право Да Потому Что Функция Класс С1 От Терра Она Конечно В Райл 1 Лог Будет Лежать То Если ее Рассмотреть Как Обобщенную Функцию Рассмотреть Как Обобщенную Функцию То ее Производная В смысле Обобщенных Функций То Ее Производная D F В смысле Обобщенных Функций совпадает с ее обычной производной но опять-таки здесь надо много слов сказать что значит совпадает с ее обычной производной это значит что если ее обычную производную рассмотреть как функционал тоже имеем право почему потому что f штрих если f из c1 то f штрих из c а c является под множеством rl1 локально значит ее производная она тоже порождает лак локально интегрируемую функцию а значит задает обобщенных и ее действия на пробные функции то есть обычно классически вычисленные производные но рассматриваем и как обобщенный будет то же самое что действия обобщенной производной вот в том смысле на пробные функции фи больше здесь говорить понятно что сказал окей но доказательство совсем просто нужно проинтегрировать по частям то есть доказательство состоит следующему я записываю что что такое давайте мы заметим что f штрих так как c от r лежит в rl один лог от р то f штрих классическая производная до классическая классическая задает обобщенную функцию по какой формуле вот такой f штрих f должно быть равно интеграл по всей числовой прямой обычная производная здесь на фи от x по dx но поскольку f штрих непрерывно фи непрерывно я по частям могу это проинтегрировать у меня получится следующее f от x на фи от x в пределах от минус бесконечности до плюс бесконечности минус интеграл по всей числовой прямой а здесь будет f от x на фи штрих от x dx но вот это чему равно фитофенитно у нее носитель на самом деле да какой носитель то лежит в шаре фиксирован ну то есть на самом деле здесь интеграл не по всей числовой прямой идет а здесь на самом деле идет интеграл от минус r до r какого-то да потому что здесь вот носитель то функции он лежит фиксированном отрезке поэтому аккуратно если совсем писать то будет вот так это ноль и что у вас остается у вас остается минус интеграл от f на фи штрих по всей числовой прямой а это есть что такое если f рассматривать как классическую функцию но ее же можно и как обобщенную это есть действие f на фи штрих и что вы получили обычная классическая производная действует на фи в интегральном смысле так как минус вот эта функция действует на фи штрих но что это такое с другой стороны вот эта штука это есть по нашему определению обобщенная производная df действующая на фи и что мы видим сравниваем правую часть с левой частью мы получаем что фи штрих в классическом смысле действует на фи точно так же как обобщенная производная от нее действует на фи раз их действия на пробные функции завпадают с точки зрения до штрих это один и тот же функционал все вот это имелось ввиду ну наконец давайте чего-нибудь такое посчитаем интересное ну допустим тета функция хависайда это от x равно единица если x больше 0 0 если x меньше либо равна нулю найдем от нее производную в обобщенном смысле ты заметим что тета принадлежит классу rl1 лог она конечно не rl1 но она rl1 локально значит она порождает регулярный функционал значит это пример у нас что это порождает регулярный функционал следовательно тета можно рассматривать как элемент из d штрих а значит я от нее могу взять производную в обобщенном смысле давайте и посчитаем d тета должно действовать на фи так по определению как минус тета действует на фиш 3 и это должно быть выполнено для любого и из d от ну давайте подставим какой-нибудь фиксируем какой-то произвольный фи и что у нас получится если возьму минус тета как что это такое здесь 0 да значит у меня пойдет от нуля до плюс бесконечности здесь пойдет единичка на что на фи штрих от x но фи штрих это фенитная бесконечно дифференцируемая функция потому что фи была бесконечно дифференцируемой функции значит к ней применима формула ньютона лебнице это получается минус фи я вот так вот грубо напишу от плюс бесконечности что такое фи от плюс бесконечности это означает предел при x стремящемся плюс бесконечности фи от x до плюс фи от нуля но вот эта штука она ноль значит у вас остается фи от нуля а а это что такое а это дельта действующая на фи значит производная в обобщенном смысле от х висайда совпадает с дельта функции дирака но только в обобщенном смысле я хочу подчеркнуть ни в коем случае не в классическом когда вы придете там на физику вам скажут ну понятно делать что тут приращение тут единичка делится на бесконечно малая бесконечность это же дельта функцию конечно да а если apple а если я возьму двойку здесь то с точки зрения физиков что изменится 2 делить на бесконечно малый 2 бесконечности ну это же бред а будет 2 дельта функции то есть будет 2 f от нуля хорошо новую тему я сегодня не успею начать а в принципе что я хочу сказать так глобально что в действительности все что я вот до сих пор рассказал это и войдет вашу экзаменационную программу дальше у нас остается тема которую бы все равно хотел рассказать это пространство с и с штрих это тоже обобщенные функции они чуть-чуть другие там есть своя прелесть в том что их можно по фурье преобразовывать элементы из пространства д штрих по фурье мы преобразовать не умеем а вот с штрих мы умеем и для физики это тоже очень важно потому что часто бывает преобразование фурье допустим что такое преобразование фурье от дельта функции дирака оказывается можно это определить вот и это будет единицы функция тождественные равные ну с точностью до констант поэтому следующая лекция она формально в программу не входит но тем не менее я если будет все все хорошо я ее расскажу но расскажу я уже после 10 мая с 1 по 10 у нас лекции быть не должно вроде бы поэтому кто хочет как говорится welcome если никому не надо тоже скажите чтоб я зря не приезжал да вы будете это слушать или не будете ну все тогда значит вы придете новый в экзаменационную программу это не входит но мне кажется для жизни вам это пригодится все спасибо спасибо